Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня покажу быстрое наращивание с помощью верхних форм. Очень быстрый и простой способ, но как и во всем, нужна практика. Если несколько раз делать, понять принцип, то наращивание будет занимать намного меньше времени. Метод не новый, но я думаю, немногие его видели. Особенно такой метод станет палочкой-выручалочкой для тех, кто занимается наращиванием сам себе. Вот мои ноготки. Заметьте, я даже длину не убирала, здесь это можно и не делать. Но сначала хочу обратить внимание на мою проблему. Многие зоркие глазки упрекнули меня в том, что на указательном пальце у меня грибок. На самом деле у меня была травма и здесь пустота. Свой ноготь, который отошел от ногтевого ложа, я давно убрала и укрепила акрилатиком. И при каждой коррекции снимаю, дезинфицирую и укрепляю заново. Естественно, пустота немного желтит под акрилатиком, что может напоминать грибок. Может зрелище и не для слабонервных. Я, скорее всего, не показывала бы такое, хотя лично в этом ничего страшного и мерзкого не вижу. Но хотелось показать, что если ноготок желтит, это не значит, что грибок. Да и вопросы от вас поступают, если ноготок поврежден и отошел от поверхности ногтевого ложа, можно ли делать наращивание, чтобы скрыть повреждения? Можно. Я так делаю и все хорошо. Я аккуратно убираю старый материал с пустоты. Обороты небольшие, не больше 8000. Материала здесь очень мало, при быстрых оборотах может печь. Протираю антисептиком. Вот моя беда. Но это дело поправимо. Наношу бескислотный праймер. Наношу полусухой кистью. Наращивание буду делать акрилатиком от Космопрофи. Под все материалы Космопрофи и гели для наращивания и акрилатики в качестве базового слоя использую Classic Basis. Это гель, первая фаза в трехфазной системе моделирования. Образует прочные липкие слои для сцепления натурального ногтя с последующим слоем. Хорошо впитывается, предотвращает слойки. Наношу тонким втирающим слоем на все ноготки. Подбираю форму. Набираю комок акрилатиком. Выкладываю форму. Теперь кистью, смоченной в обезжиривателе, распределяем материал. Хорошо выравниваю, особенно уделяю внимание боковым параллелям. Прикладываю. Прикладываю типсу под углом на расстоянии где-то 2 мм от кутикулы. Прижимаю и толкаю типсу вверх кутикуле. Под ногтем материал от давления вылазит. Кистью разглажу. В этом случае даже хорошо, что есть своя длина. По ее уровню выглаживаю свободный край. Примеряю форму на следующий ноготок. Все формы квадратные, но у ноготка бывает овальная верхняя линия. Это совсем не проблема. Накладываю комок акрилатиков в форму. Кистью смоченную в обезжиривателе выглаживаю. Только верх ноготка выглаживаю овалом. Уголки не трогаю. Прикладываю. Типсы держу под углом. Прикладываю кутикулу и прижимаю. Выглаживаю под ногтем. Еще момент. Вот я взяла форму. Прижала к ноготку и она просто идеально подошла. Боковые параллели типсы продолжают боковые линии моего ноготка. Но я типсу хорошо приложила к ноготку. И если бы там был материал, он бы практически весь вылез со стороны свободного края под давлением. И толщина искусственного ноготка была бы недостаточной для качественной носки. Поэтому типсу нужно брать на размер больше. Чтобы боковые линии типса продолжали мои боковые линии, но типса не была прижата к ноготку. И между типсой и ноготком оставалось пространство. Выкладываю материал также, учитывая, что уголки у меня не квадратные. Верхнюю линию выкладываю овалом. Как только кисть начинает липнуть к материалу, окунаю ее в обезжириватели и лишнюю влагу пропитывая салфетку. Вот я немного прижала, чтобы материал полностью лег на ноготь. И боковые линии типса продолжают боковые линии моего ноготка. Конечно, форму можно снимать сразу после просушки в лампе. Но для видео я решила оставить и показать, как это смотрится вместе. Снимается очень легко. Ноготки получаются уже с аркой и с правильной архитектурой. Кстати, не знаю почему, но уже без липкого слоя. Хотя при обычном наращивании акрилатик имеет липкий слой. Для меня это загадка. Мне остается лишь опилить свободный край. Не хочу прямоугольники. Немного заужаю к свободному краю. И хочу еще выровнять кутику. Для этого использую такую тонкую керамическую фрезу. Этой фрезой я очень часто пользуюсь, но не на клиента. Я себе часто меняю покрытие. Иногда даже раз в три дня. За это время материал почти не отрастает. Этой фрезой очень удобно убирать гейлак в кутикулы, когда материал не отрос. Может сделаю видео, как-нибудь покажу. Этой фрезой сглаживаю переход. Вот результат. Кстати, таким вот методом наращивания сразу получается идеальный блик. Наношу цвет. Первый слой наношу, чуть не доходя до кутикулы. На втором слое хорошо прокрашиваю ноготок. Кстати, торец я не прокрашиваю. Клиентам всегда даю право выбора. Если хотят, то прокрашиваю. А себе не крашу. Так больше нравится. Тонкой кистью выравниваю кутикулы. Перекрываю ноготки глаз-топом от Космопрофи. Топ отлично носится, сохраняет глянец. Работаю им уже давно. Все нравится. Вот такой простой способ наращивания. Одну руку сделала за полчаса. Еще и при том, что я сериал смотрела параллельно. А крилотик еще больше упрощает и ускоряет работу. Он никуда не растекается. Стоит на месте, мне очень нравится этот материал. Ссылку на интернет-магазин Космопрофи оставлю в описании под видео. Сайт Космопрофи ищет представителей по городам России и странам СНГ. Если вас заинтересовало сотрудничество, переходите на сайт в раздел сотрудничества. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте ему лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok